Дюдо и самбо Ответственный тренер федерации дюдо и самбо По работе с юношами и девушками до 18 лет Я вас приветствую в нашей студии Первый, самый главный вопрос Это что же такое самбо? Почему это не танец? Или это все-таки танец? Ну, если вы позволите мне Короткую предысторию этих видов спорта Которые у нас и самбо, и джюдо Самбо это вид спорта не олимпийский пока А джюдо это олимпийский вид спорта Гибкий путь победы дословно переводится И, кстати, любимый вид спорта нашего президента Совершенно верно Я хочу сказать, что у нас эти История развития и самбо и джюдо Начиналась с личности Те, которые поднимали этот вид спорта С конца С конца Восьмидесятых Пятидесят девятых годов По-моему, в пятьдесят девятом году Первый раз выступили на чемпионате Украины Наши спортсмены Хочу сказать, что основоположником этого вида Можно назвать Валентина Голубева Который воспитал целую плеяду Сильнейших спортсменов А также, конечно же, Олег Гребенников Который, значит, три года назад покинул этот мир Но он в части становления этих видов спорта Сделал очень много И воспитал огромную тоже плеяду знаменитых спортсменов В том числе и нашего председателя госсовета Константина Владимира Андреевича Тоже мастер спорта И он же президент этих видов Сейчас у нас одна федерация Самбо и джюдо Дополнит меня, конечно, представитель федерации сейчас Я хочу еще добавить, что Более 5000 человек занимаются этими видами спорта Более 40 тренеров возглавляют Этот прекраснейший вид единоборств Ну и можно перечислить города Те, где очень развита Естественно, Симферополь Это Феодосия Это вот недавно открыли в Евпатории отделение Хороший там, значит, специалист работает Это, естественно, Гаспра Ялта В Гаспре сейчас живет девочка Которая очень удачно выступила Екатерина Лялина Недавно ее награждал и госсовет Две девочки у нас по самбо и две под джюдо Вошли в состав сборной В основной состав сборной России Ну, хотелось бы, конечно, нам, министерству Чтобы успехи этих видов спорта Более-менее вышли и на международную арену Вот сейчас Лялина же боролась и на Европе Да, на Кубке Европы она второе место заняла Но нам все хватает для того, чтобы выйти на международную арену Совершенно верно, да И хочу добавить, что в 2015 году Более миллиона министерства спорта Финансировало учебно-тренировочные сборы И наши здесь местные региональные соревнования В этом году мы будем уже смотреть по тем критериям Которые завоевали федерации Кому больше, кому меньше Тут уже кто как заслужил Олег Валентинович, ну вот расскажите о федерации дюдо и самбо Да, вот, как сказал Георгий Яковлевич Достаточно популярный вид единоборств Да, и, наверное, это связано с тем, что Руководство страны увлекается, прежде всего, этими видами спорта Либо это с этим не связано И действительно, из года в год Просто люди любят единоборство Однозначно, конечно же, что популярность дюдо в мире растет После Олимпиады, как вы знаете, в 2012 году в Лондоне Какой был успех у российских дзюдоистов Это было три золотых медалиста Один серебряный и бронзовая у Ивана Нифонтова Конечно же, это успех Ну вот вы знаете, если честно, вот я как девушка никогда не понимала, чем же все-таки эти единоборства между собой отличаются вот не только дзюдо и самбо, но, например, даже карате. Мне всегда казалось, что абсолютно одинаковые делают какие-то движения. Ну, карате это более ударная техника Самбо и дзюдо — это борьба в захватах Это самбо, там есть у нас болевые на ноги приемы Дзюдо у нас есть удушающие С 2014 года дзюдо претерпело небольшие изменения В которых убрали броски с захватом брюк То есть дзюбон И в итоге получилось немножечко, чтобы разделить было уже, было более предметно видно, где самбо, где дзюдо Эти все правила были направлены, чтобы приемы самбо выхолостить из дзюдо И естественно, что у многих уже целенаправленно появилась направленность заниматься или самбо, или дзюдо В советский период, кто прошел через советскую школу, были универсальные так называемые солдаты, спортсмены, которые достойно выступали в двух видах И мы прошли, и мое поколение, я в частности был сборной СССР, и Украины, и много было плеяда там, и Сергея Злобина Так делать нельзя, да? Сейчас это сложно, это делать Когда мы начинаем детей учить этому, ребенок, ему сложновато даже адаптироваться в одном виде Он 7-летний, 10-летний, ему надо целенаправленно идти, но два вида изучать сложно Со скольки лет лучше начинать заниматься? Ну дзюдо мы берем детей после 8 лет, самбо после 10 лет Самбо более такой, он более жесткий вид, более силовой Дзюдо более пластичный, более мягкий За счет, конечно же, это отличитель, там куртка в самбо у нас, это костюмы, да? Здесь у нас дзюдоги Тимано верхняя часть, зубон, это штанишки, и обе это пояс И вот это отличительный, и там уже набор, конечно же, приема выйдет у нас А вот больше занимаются, наверное, мальчики, да? Девочки не очень интересуются? Да, вы знаете, бум женского дзюдо растет Бум женского дзюдо, даже в Крыму, вот недавно был проведен детский турнир МИД дзюдо в преддверии 8 марта Школа единоборств проводила, и зауч выступал Ирина Владимировна Пахилькова, она удивилась Было около 100 участниц Это только из Симферополя, из Симферопольского района То есть вы понимаете, насколько мир дзюдо расширяется Конечно, есть у нас амбициозная цель в нашей Федерации со временем вырастить женскую сборную В России очень принято командные соревнования, когда так называемая стенка на стенку выступает Ну и иметь, конечно, в своей обойме женскую сборную, это, конечно, очень почетно Также выступает сборная России на международных стартах Когда они на Кубке мира выезжают, выступают и женщины, выступают и мужчины До 23, до 21 года, до 18 лет, это все присутствует Сколько длится карьера дзюдоиста, если можно так сказать? Ну, я вам скажу, что, наверное, в маленьких категориях, это 60, 66, там 70 Лет? Три, там длится, наверное, карьера у спортсмена до 20, до 28 лет Тяжеловесы могут выступать до 30, до 35 Вы понимаете, что за счет того, что динамика борьбы у тяжеловеса не такая, конечно, динамичная, как у легковесов И поэтому за счет этого физическая масса Я бы хотел добавить в этой части, конечно, Олег Валентинович, может быть, правильно говорить, было такое течение, я помню Омоложение сборников, сам же я дал неплохой результат, будучи тренером У меня борцы боролись до 36-38 лет Это и по сумо, и по греко-римской борьбе И в отношении тоже, ну, правильно, позиция разделения Ну, а борец, любой борец, я убежден 100%, малыши приходят, они всем занимаются И самбо, дзюдо, и навыки получают и того, но когда подходит тот уровень, который уже мастерский или выше Специализация начинается, правильно Это зависит от таланта тренера и от таланта воспитанника, с которым работает тренер Ну вот, что он, прежде всего, дает ребенку? Это какие-то навыки самообороны только, либо что-то большее? Ну, наверное, во-первых, это характер Как и любой вид единоборства, ребенок, приходящий в наш вид, ну, закаляется характер У нас не сахар, мы, как бы, медом, татами не намазаны Есть и травмы, и тяжело, и где-то там и травмы, и надсечение бровей бывает Но малыши есть, конечно же, раскисают некоторые Ну, а кто с характером, они продолжают и добиваются успеха Ну, и в то же время, многие родители хотят, чтобы у них по вечерам дома ходил мальчик или девочка в кимоно Это очень приятно, когда ребенок занимается спортом Мы, как бы, да, я думаю, Георгий Яковлевич своим видом болен Мы, как бы, в нормальном формате, как бы, сказать, мы заражены вирусом единоборств все Мы, допустим, кто прошел школу самбо, мы с уважением относимся к любому единоборству Это вольная борьба, греко-римская, карате Мы просто знаем бокс, это труд, очень тяжело Единоборцы, они борются все время с таким же адекватным, адаптивным конкурентом С таким же противником Мы не боремся с секундами, мы не боремся с дистанциями Понимаете, как в легкой атлетике, там, надо выбежать из какого-то периода Наша задача выиграть у такого же противника, который такой же амбициозный И который также жаждет победы над тобой Это немножко другой формат спорта Мы умеем все, единоборцы Хотя я добавлю, Олег Валентинович, что мы боремся и за секунды, и за мгновения Потому что, значит, схватка решаться, может быть, в доли секунды В конце периода, в конце схватки Даже полсекунды порой могут поменять формат схватки И хочу добавить в отношение, я согласен с тренером Ведущим тренером Крымской Республики в этой части Но любой вид спорта, это прежде всего философия И я убежден, что это искусство Вот те люди, которые добиваются высшего спортивного мастерства И высших наград, это медали на Олимпийских играх, на чемпионатах мира Конечно же, там уже перерастает Вот где эта грань, где спорт, а где искусство Это мы видим, и видят это болельщики Тысячи, миллионы болельщиков, которые болеют за определенную личность За определенную страну Поэтому это... И возьмите спорт, он же несет более 120, как ученые говорят, функций Там идет и характер, как говорит тренер Там идет и дружба, там идет... Мы не будем перечислять все 120 Что угодно, поэтому... Я, конечно, вас благодарю за то, что вы сегодня к нам пришли И, как вы сказали, дзюдо и самбо — это искусство И будем надеяться, что этим искусством будет заражено большее количество крымчан Мы с вами не прощаемся, а говорим до новых встреч в эфире Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин